Доброе здоровье уважаемые посетители канала! Сейчас 21.55 воскресенье и можно было бы угомониться, но мне брошен вызов. Светочу брошен вызов. И кем? Кто бросил этот вызов? Этот вызов брошен доктором Хаосом. Мне, Светочу. Ну я, конечно, шучу, шучу, шучу. Но тем не менее, Светоч есть Светоч. И я просто-напросто прокомментирую и считаю нужным дополнить доктора Хаоса по его комментариям к моему видосику сахарный диабет, гипотиреоз, беременность и так далее. Сразу же скажу, он молодец. То есть человек, знаете, берет лучшее, вот как я вас учу, лучшее берет отовсюду и к себе применяет. Поэтому так интригующее начало, но тем не менее. Итак, начнем. Доброго здоровьица Петрович, как много ты говоришь и многое ненужное. Ну тут я бы возразил. Дело в том, что кому-то это ненужное, а кому-то может быть и очень важным, а для многих и непонятное. Ну, тех, которые люди прочитали, я думаю, они поняли все-таки. Люди не это. Самое мощное оружие от диабета второго типа это керосин. А после голод хотя бы двое-трое суток. Интересно. Интересно, так сказать, ход мысли. А диабета второго типа керосин. Хотя, знаете, вот перед этим, так сказать, не мог успокоиться. А это самое, ну-ка, что-то тут вижу не то. Ну-ка, 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 я тут это самое подниму, освежу и так далее. То есть, для того, чтобы понимать картину о диабете второго типа, это когда у нас, ну, так будем пока говорить, по каким-то причинам уровень глюкозы в крови повышается. Ну, вот как вот эта женщина как раз говорила, что натощак вот такие там цифры были, а после того, как она поди покушает, эти цифры возрастали. То есть, глюкоза, не усваиваемая организмом, накапливается в крови и потом просто-напросто выбрасывается из него. Вот это и будет сахарный диабет второго типа. Так, если кратко, а без всякого яка. Ну, читаем дальше. Значит, насчет того, что самое мощное оружие керосин от диабета. Ладно, читаем. А чтобы было понятно, почему нужен керосин, читайте ниже. То есть, он разъясняет. Молодец. Итак, дело в том, что в эритроците сидит глист и питается исключительно сахаром. Как-то у меня сразу вот это вот возникло, знаете, недопонимание. А при чем тут эритроцит и сахарный диабет? И если вот хотя бы вот это вот взять, глист, значит, питается сахаром в эритроците, то есть, можно было бы так сказать, эти глисты, они потребляют сахар. И следуя логике, в организм надо больше сахара давать, чтобы накормить и себя, и вот тех глистов, которые находятся в эритроцитах. Ну, я так вот подумал наивным образом. Далее, наши макрофаги их не замечают, потому что сидят в родной организму клетки. Ну, в смысле, в эритроцитах. Их никто не обнаруживает. Это такое свойство паразитов. Лекарство, как химия, не пройдет туда, а керосин и полы пройдут запросто, так как сродни нашим клеткам. Тут я целиком и полностью согласен, что керосин, как наиболее такая текучая, легко проникающая жидкость, обладающая тем более таким вот мощным, подавляющим жизнью микроорганизмов эффектом, будет вызывать свои действия. И, естественно, полынь также. Но, опять-таки, роль эритроцита, глиста и сахара. Вот лично мне как-то непонятно, как это можно связать. Вот я вам высказал, что если глисты, эти паразиты, в основном, типа, грубо говоря, малярийных, но там куча, оказывается, различных подвидов, которые от насекомых передаются, значит, попадают через укусы, там, в кровь, да и без укусов в кровь, там их огромное количество, поселяются в эритроцитах, значит, начинают их потреблять. Вот, с этим я согласен. То есть тут вот наступает недостаточность дыхания, перенос, значит, эритроцитами кислорода страдает. Ну, вот, вроде как, какое-то отношение эритроциты имеют к, грубо говоря, к переносу там сахара, ну, я думаю, или там глюкозы, ну, я думаю, там самое-самое минимальное. Я просто-напросто посмотрел, есть там какое-то там упоминание. То есть вот теперь можно и остановиться. Для того, чтобы разобраться в сахарном диабете, почему это там происходит, надо просто-напросто понять, как глюкоза попадает в клетку. Значит, мы с вами скушали, ну, сахарочек, допустим, раз. Значит, этот сахарочек пошел, здесь у нас он растворился, расщепился, и в виде, значит, сахара или уже глюкозы через кишечную стеночку сосался в кровь. И, значит, как говорят, где-то половина идет, поворот на вене в печень, и там, значит, превращается в гликоген. А остальная половина, 50%, значит, из крови поступают в межклеточную жидкость. То есть там она имеется из крови в межклеточную жидкость, которая омывает клетки. И оказывается, для того, чтобы она попала внутрь клетки, она должна пройти, глюкоза должна пройти через мембрану клетки, и там уже, грубо говоря, превратится там в энергию и прочее, прочее, прочее. Так вот, оказывается, для того, чтобы пройти через мембрану клетки, нужен гормон инсулин. То есть именно инсулин, оказывается, делает мембрану клетки чувствительной к глюкозе, и способствует тому, что, значит, она цепляется на молекулы глюкозы, на эту мембрану, и, значит, через неё идёт внутрь. Если же у нас этого инсулина, значит, недостаточно, то клетки у нас, мембраны клеток, остаются запёртыми для глюкозы, и она не идёт. То есть она накапливается в жидкости этой межтканевой. Естественно, концентрация достигает, это такая большая концентрация достигает межтканевой жидкости, что она уже из крови не поступает. И поэтому просто она сбрасывается через почки, как не нужно. Зачем она нужна? Раз клетки не потребляют. И тут интересно было, как раз я там читал всё это. Оказывается, выработка инсулина поджелудочной железой регулируется некими сигналами, некими сигналами, некими импульсами. И всё, больше там не сказано. А именно, вот смотрите, что получается. Если у нас в клетках срабатывается, то есть во время физической нагрузки, у нас срабатывается вот эта вот глюкоза, то есть превращается в энергию. Тем самым вот эти вот клетки, которые работают, дают импульс на поджелудочную железу, ну там через нервную систему, если всё это действует, работает. И поджелудочная железа начинает выделять инсулин для того, чтобы клетки могли хорошо потреблять глюкозу из межклеточной жидкости, ну естественно из крови. То есть основным фактором, на мой взгляд, на взгляд светоча, вы уж извините, я так назову себя, и это является физическая нагрузка, то есть потребность клеток в том, чтобы они тратили глюкозу, расщепляли её, превращали в воду и углекислый газ, и всё это превращалось в энергию, и естественно просили новые порции глюкоз для своей работы. И тогда всё работает нормально. Если обратиться, так сказать, к опыту, то вот почему ожирение предрасполагает человека к появлению диабета второго типа. То есть не паразиты там, ничего там, где-то там что-то там такое, хотя это не надо сбрасывать, но в основном, смотрите, если у человека избыточный вес, это говорит о том, и особенно избыточная жировая масса, это говорит о том, что глюкоза, как топливо, не нужна организму, она уже отклалась во все возможные в виде жировой субстанции, там, в ткани, и просто, что она не нужна. Человек покрылся жиром из-за того, что он потребляет слишком много пищи, которая должна ему дать энергию, но он это, его клетки это не тратит. То есть он не даёт физическую нагрузку для того, чтобы это всё сгорело. Нету. И поэтому именно, именно в первую очередь, повышение жировой массы в организме, оно не провоцирует, оно просто указывает. Это самый такой один из первых симптомов диабета второго типа, когда его ещё нету. Но это уже предрасположенность, которая указывает на то, что, слушай, ну, некуда, ты не тратишь столько энергии, сколько ты потребляешь вместе с пищей. Если ты дальше будешь это всё делать, то сработает именно вот этот механизм. То есть клетки не работают, они не дают нужного сигнала в поджелудочную железу на выработку инсулина, и мембраны остаются запертыми для этого. И вот тут излишки сахара сбрасываются. А, как я объяснил, ну, светоч, ну, светоч, вот, вот, светоч светлый. А, я просто в восторге, знаете, не мог спать из-за того, чтобы вот не объяснить вот этот вот механизм. Далее он продолжает. Далее восстанавливаем работу печени и почек. Ну, нормально, потому что в печени там идут как раз процессы обмена углеводов, потому что 50% этих углеводов превращается в гликоген. Вот, и почек, и почки должны быть тоже здоровыми, почечные мембраны, чтобы они из крови, из крови забирали все питательные вещества, в том числе и сахар, в том числе и глюкозу, а не выбрасывали ее. Но тут получается следующая картина, что и печень, и почки, из-за обилия того, что это сахар, эта глюкоза нам не нужны, они просто-напросто, не то, что они больные, они просто, это своеобразный физиологический механизм, который просто-напросто начинает сбрасывать все из организма в виде сладкой мочи. При этом, естественно, могут повреждаться там от слишком большого количества этой глюкозы, там и печень может страдать, и почки могут страдать. Но это уже вторично, Светоч так считает. В питании убираем все вредное и ночную еду, в том числе, правильно, вот тут правильно, все вредное, а именно быстро усваиваемые углеводы. То есть сахара, сладости различные, булки из муки тонкого помола, вот эти все повидлы, там и та-да-да-ра-та-та-та-та-та-та. Все, что способствует тому, что быстро всасывается из кишечника в кровь и резко дает вот это вот, поднимает, значит, уровень глюкозы в крови. Вот этого резкого не надо. Надо, чтобы все постепенно поступало из кишечника в кровь, и, грубо говоря, когда нормальная работа идет, клеток, значит, дается физическая нагрузка, все это, значит, усваивается, нормально действует. Как только резко далось все это, просто-напросто даже здоровый организм, ну не надо ему это все, не надо, он еще не потратил столько энергии, и, естественно, все это вылилось в унитаз. Естественно, ночная еда. Зачем нам ночная еда должна? Я так вам объясняю. У нас органы, пищеварительные органы, активны в дневное время. Это утром и в обед. Ближе к вечеру, а тем более ближе к ночи, уже они неактивны. И не надо давать на них нагрузку, потому что они, ну просто-напросто, человек не отдыхает, а ночью, знаете, он переваривает, сердце бухает там что-то. То есть вот эти все ненормальности начинают вызывать просто-напросто сбой в организме. Читаем дальше. Значит, сам диабет – это возбуждение ветра, холод и сухость. А значит, убрать и все холодное, и напротив противостоять холоду, холоду ванной, сауной, фитнесом, питанием. Это вам всем. Это вам всем. То есть вам всем посетили канал. Давайте еще раз пройдусь. Перевозбуждение, значит, ветра. То есть первоизбуждение ветра – это в организме сухость и холод приводит к тому, что питательные вещества не могут, допустим, та же глюкоза не может полноценно сгореть. То есть клетки организма, они работают в определенных условиях, когда имеется определенная температура внутри организма, которая… А зачем нужна температура? Которая поддерживает активными ферментативные процессы в клетках и на мембране клеток, и также и пищеварительные там процессы. То есть если это перестает работать, то тогда как раз у нас возникает, что клетки не нужны из-за холода, грубо говоря, они спазмируются. Клетки не нужны на питательные вещества, потому что она просто-напросто не в состоянии их усвоить. Активность ферментов не та, не усвоит. Естественно, сухость. Когда имеется сухость, то и мембраны клеток и прочее-прочее. В основном мембраны в том же кишечнике, в том же почках, в печени и клеточные мембраны, они перестают нормально работать. А раз они перестают нормально работать, всё, что мы загрузили, оно болтается и потом просто-напросто выделяется. Это, так сказать, один из объяснений таких вот сухост и холод. И более того, ещё скажу, что перевозбуждение ветра, жизненного принципа ветра, это не просто вот типа физические явления, типа холодовые, о которых я только сказал, а это и умственные процессы, которые у нас возбуждают энергетику, и она становится гораздо быстрее, вот это протекание всех этих процессов, нежели должно быть. И уже из-за этого, из-за этого, понимаете, вот усвоение, как бы сказать, всё, что должно усвоиться, оно должно идти, грубо говоря, в организм и через организм с определённой скоростью, знаете, вот это раз, и как на конвейере, это такая дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик, это отщепили, это прищепили, это там сделали, это через мембрану пропустили, это в кровь пошло, это значит, что оттуда в мембрану вошло, и так далее. А когда вот этот сухость и холод, а сухость и холод, это, как правило, вот такие вот большие движения, то есть циркуляторные, у нас это всё конвертит быстро, и не успевает обработаться полноценно тот же пищевой субстрат. Он идёт каким-то там веществом, которое неудобоваримо для организма, и выбрасывается. То есть вот эта вот быстрота, и это, это от умственных процессов. Если человек возбуждён, если человек переживает, если человек там в горе, вот это когда всё это быстро-быстро у него там идёт, знаете, вот, особенно страх, там переживание за, там, за кредиты там, или и что там за что-то, что-то у него не получается, вот это. То есть умственное настроение влияет на перевозбуждение ветра несколько по-иному, нежели природные факторы. Это вы должны понимать. И вот тут, вот тут я вам пояснил, а тут, смотрите, всё холодное, да, всё холодное, что для того, чтобы холодное переварилось, оно должно нагреться. А это уже, будем говорить, влияет на вот эти все, как бы сказать, процессы в той же кредке, в том же кишечнике, на пищеварение влияет, да, всё холодное правильно, противостоят холоду в ванной, отлично, в ванной мы прогреваем весь организм, уже за счёт этого у нас улучшаются и циркуляторные процессы в организме, у нас улучшается и пищеварение, у нас улучшаются и внутриклеточные процессы, вот это, всего это усвоение, это и глюкоза, её превращение, то есть метаболизм. Сауна, прогрев, видите, тепло надо дать, тепло, именно тепло, так сказать, вот это всё подстёгивает, то есть то, что клетка не может, в нормальных условиях, ну вот я сижу, она вот так вот работает, как только дали ей тепло, она уже, грубо говоря, начинает работать лучше, в ванной, значит, тёплой в сауне, так, фитнесом, фитнес, ну вот так модное слово, это, просто говорю, физическая нагрузка, физическая нагрузка, это основной фактор, который заставляет работать клетки, у нас организм состоит из мышц, которые, скелетная мускулатура, ну и там куча других мышц, так сказать, которые работают, и им-то нужна энергия, а если они не работают, им не нужна энергия, то всё это, естественно, сбрасывается через мочу, и вот вам сахарный диабет второго типа, то есть физическая нагрузка, обязательно, если вы хотите, то её надо выполнять, и вот эта женщина, которая, как раз я разбираю в этом письме, она подчёркивает, я хожу утром, я хожу в обед, я хожу вечером, и правильно, это самая лучшая нагрузка, для того, чтобы убрать этот сахарный диабет, раз и навсегда, тем более молодые годы, хо-хо-хо, питание, меньше быстрых углеводов, вообще можно несколько меньше углеводов, особенно, если вы чувствуете, что у вас какие-то начались признаки вот этого сахарного диабета, повышен вес, и, как бы сказать, какой-то преддиабетический этап, ещё вроде как диабета нет, но уже, как бы сказать, склонность есть, значит, вы тут как раз можете регулировать питание, и физическое нагрузка, и будьте как огурчики, как я в свои 70 лет, значит, это вам всем, это вам всем я объясню, коротко от Авиценны, который всё сам прошёл и испытал, насколько я знаю, он с сахарным диабетом не болел, хотя от сахарного диабета, естественно, он лечил, поэтому тут не столько сам прошёл, сколько, будем говорить, успешно лечил этих самых, ах, больных, так, далее, вот это меня особенно зацепило, что я не могу спать, не могу спать, понимаете, я профи-практикант, и дам фору любому профессору или целителю, но я-то академик, понимаете, ну, молодец, молодец, доктор Хаус, на академика не замахнулся, рад, коллега, я тебя называю коллегой, пускай там, как ты обратился к меня, ты много говоришь, ну, я немножко могу говорю, молодец, ты молодец, бери всё лучшее и делай, а практика показывает, что так, на академика не замахнулся, ладно, и да, все эти знания, спасибо Петровичу, и вот Петрович, он же Светоч, он дополнил доктора Хауса, чтобы вам было понятнее, что, что, откуда, и вы легко и просто могли справиться с диабетом у второго типа, и сейчас ко мне обращаются люди, у которых только-только обнаружили диабет, кстати, а знаете, что ещё этот самый, вот тут было указано, но свет, я вообще, знаете, от Светоча без ума, я просто без ума, настолько, настолько мысль работает чётко, вот как раз было сказано доктором Хаусом, самое мощное оружие диабета второго типа, керосин, и дальше добавляется ещё там полы, а почему керосин и полынь? А потому что керосин сам по себе, он не просто этих паразитов травит, а он ещё сама по себе субстанция горячая, он сам по себе уже увеличивает вот эти вот обменные процессы, он увеличивает тепло в организме, сам керосин, вот что интересно, плюс ещё, если мы его применяем, он делает мембранный клеток более, как бы сказать, проницаемым для того же, для той же глюкозы, вот видите, ещё, как бы сказать, с другой стороны мы подошли, не со стороны паразитов, а мы подошли со стороны совсем другой, открыли способности керосина, теперь о полыне, а полынь тоже там обладает способами, такими свойствами, она убыстряет там процессы, где допустим вот что-то не проходит, она всё это убыстряет, и если мы её съедим, так сказать, более-менее такая доза побольше, что она делает? Она не столько горчит, а как начинает вызывать теплоту, то есть если там посмотреть, вот в этой классификации, какими там она свойствами обладает, там ветер, там жар и так далее, она там вот как раз вот эти вот процессы подстёгивает, полынька, почему полынь и керосина, и вот я написал, браво доктору Хаусу, за то, что он эмпирически вот это вот как-то увидел, но к сожалению не до конца понял, дело не в паразитах, и сейчас ко мне обращаются люди, у которых только-только обнаружили диабет, вот это та стадия, на которой вот это всё может эффективнейшим образом сработать, справляемся за неделю, и сахар в норме, да, образ жизни, образ жизни всё приводит в норму, а если мы ведём, опять-таки булочками объедаемся, да, но на этом не останавливается, получает от меня дальнейшую рекомендацию, по травле паразитов и восстановлению, ну и отлично, отлично, травим, восстанавливаем организм, и восстановлению всех органов, значит, когда организм поставлен в нормальные условия, он как система самовосстанавливающаяся, он сам себя восстанавливает, естественно, все там органы, а щитовидная железа самовосстанавливается, не только она, да, всё восстанавливается, то есть дайте нормальные условия, это прежде всего должна быть внутренняя чистота, второе, это правильное питание, третье, это, значит, такой, как бы сказать, покой в сознании, чтобы ничего там не искажалось, четвёртое, это физическая нагрузка, которая заставит организм работать так, как надо, и всё. Всем хороших выходных. Я присоединяюсь к доктору Хаузу. Желаю вам всех хороших выходных. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.